Не нервничать и не давить на ребенка, руководствоваться не эмоциями, а разумом, советовали психологи Института семейного воспитания, родителям детей, которым предстоит сдавать единое национальное тестирование. За 10 лет проведения ЕНТ специалисты выработали методы борьбы со стрессом перед и во время тестов. Именно от родителей во многом зависит, как выпускник школы справится с заданиями, измеряющими уровень знаний за 11 лет обучения. Зачастую завышенные требования родителей становятся причиной скандала в семье и в итоге взволнованный школьник, желающий набрать высокий бал, вообще проваливает ЕНТ. Дети приходят в школу и говорят, мне родители сказали, не пройдешь пороговый бал, не наберешь пороговый бал, домой не приходи. Большой вопрос, а куда это идти? Или не наберешь пороговый бал, будешь работать дворником. Ну почему-то это единственная профессия, на которую ссылаются все родители. Родители должны любить своих детей безусловной любовью. Не за то, что у него две тройки, или одна тройка, или там пять, четверок, или пятерок, а просто за то, что он мой сын, или он моя дочь. Вот в этом как раз вся мудрость родительской любви, родительской безусловной любви. Во время показа фильма о руле отца и матери в жизни сына или дочери, некоторые даже прослезились, поняв свою чрезмерную строгость к детям. Раушана Кжигитова после беседы с психологами поняла, что слишком многого требует от своей дочери, которой предстоит сдавать ЕНТ. У меня дочка, она отличница, да, она как бы у меня идет претендент на Аутенбельге, и у меня к ней такое отношение, что да, ты должна быть, ты обязана, ты там, такие требования. Но сейчас, когда прослушала, я думаю, нет, так сильно, наверное, нельзя с ней всего этого требовать, она тоже человек. Спокойствие и только спокойствие призывали родители и психологи. Единое национальное тестирование – важное испытание для выпускника школы, но не повод портить отношения мам и пап со своими детьми. Будем успешно сдавать экзамен ЕНТ, и все будет на 5, так? Да! Вамечательно, я рада за вас! Спасибо!